Всем привет! Я Полина, вы на моем канале. Я зашла сегодня в Трейдер Джойс магазин. И там вот завоз от Федей был. И я, конечно, каждую, каждую рассматривала. И они все такие красивые, как всегда. Ну, что говорить. Но я не вытаскивала их. Ой, вот это вот мне очень нравится. Попозже я вам еще покажу. Я их не могла вытаскивать из Заларфа, например. Потому что это было прямо от входа в магазин. Проходишь, все ходили туда-сюда. И я думала, что родные магазины мне очень понравились. Это цены я хотела показать. Самые дорогие, большие были. По 12,99 долларов. Потом 9,99. Плохо видно здесь. И за 6,99 самые маленькие. Они похожи на мини. Но, как я слышала, мини потом превращаются в стандартные. У меня такого никогда не было. Вот я купила не мини. Я купила за 12,99. Я уж сразу скажу, самую большую. А две другие были по 9,99. Это сразу я отобрала то, что я захотела купить. Вот маленькая бабочка. Вот еще одна бабочка. Которую я потеряла. Укола у меня сегодня такая была. Вот такая солнечная орхидея. Очень она мне не понравилась. Не у меня снафония, конечно. У всех отходов полно лук. Я уже хотела посмотреть на них. Кто хочет это, нам возможно все будет. Могу сказать, что светлый, светлый. С вечера я испытываю. Вот это мне очень понравилось. Светлый. Тоже с бутонами. Вот это была прекрасная. Я взяла. Вот такая у меня, по-моему, такого типа есть. Я тоже ее взяла, к сожалению. Она на дуге, как вы видите. Очень много бутон. Она была заходила. Стою по моей посетке, которую я себе отобрала. Конечно, я уже не могу дождаться, что я иду домой. И заняться днём. Я у нас состояла вечерний указ, и решила вам показать как-нибудь циклы, как-нибудь зайти. Потрясающие пикеты роста. Вот это вот одно. И светлые на левой стороне, и тёплые. Белые. Вот просто потрясающе. Все свежее, все красивое. И очень красиво держать, конечно. В посетке дома. Ну, как вы понимаете, из-за фиалок своих, и из-за орхидей тоже. Прямо приношу слезу. Вот. Никогда. Полюбоваться. Вот как назвать там. Вот название. Вот. Вот. Это очень красиво. Очень много красивых цветов. Ну, вот. Я в машине. И душа моя радуется, глядя на мои новинки. Сейчас приеду домой. И буду разбирать эту красивую сумку. Ой, как же я рада, что я купила. Ну, ладно. Поговорим позже. Ну, вот я дома. Ночь. Они у меня стояли в пластике. А сегодня утром я их вытащила. И с потерями. Потому что я сломала один цветочек. Вот у этой орхидеи, когда вытаскивала. Ну, ничего страшного. В конце концов, нарастит еще. Хочу вам ближе показать моих красавиц. Все так их называют. Но другого названия не придумаешь просто. Красавицы, они и есть красавицы. А у этой орхидеи один цветочек вот так повернут. Как-то странно. Но я вам сейчас покажу. Вот. Вы видите, такие резные лепестки. Она яркая. И усики длинные. Вот. И цветочки у этой орхидеи, по мере старения, так сказать, они немножко выгорают. Вот видите, вот этот уже начал отцветать, похоже. Видите, как подсыхают краешки лепестков. Вот. Вот. Но когда она новая, вот они вот такие вот шикарные просто. Яркие. Они не очень крупные. Но мне все равно. Я очень рада, что купила эту орхидею. Я думаю, что это не мини. Это может быть стандартная орхидея. Но она, по крайней мере, молодая еще. А там вот капельки виднеются. Видите? Это я поливала от... Брызгала от вредителей на всякий случай. Потому что мне не понравилось. На одной орхидее были какие-то блестящие листья с пятнами. И я думаю, что что я буду рисковать. Так. Это не бабочка, по-моему. По-моему, не бабочка, а обычная орхидея. Но мне так захотелось ее. Она вот прямо какая-то вот яркая, с лучиками. И вот эти вот жилочки на нижних лепестках. И очень красивая губа. Сиреневая. Видите? Сиреневым. И там в магазине я вам показывала уже. Там была и такая же... Этот же сорт. Более взрослые растения. И с большими цветами по размеру. И я решила, что раз это так, то значит и моя подрастет и даст покрупнее цветы. Вот. А сейчас я очень даже доволен тем, что я получила. Так. Теперь следующее. Ну, эта орхидея у меня особенная. Я вам скажу почему. Я уже говорила, что я переехала в Кливлендес, Коламбус. И в Коламбусе я покупала такую же орхидею. У меня такая была. У меня даже видео есть о ней. И она у меня погибла, к сожалению. И буквально несколько дней назад я о ней вспоминала. Думаю, ну, видела какое-то там видео про бабочек. Думаю, вот как жалко, что моя бабочка погибла тогда. И буквально вот вчера поехала в магазин и увидела точно такую же. Я ее схватила даже не глядя. Какие там корни. Какая мне разница. Я ее выхожу, если надо. Вот. И у нее, вот видите, здесь еще и бутонов сколько. И два цветоноса. Это не цветонос. Это поддержка. Вот. Два цветоноса. Вот. И еще что. Вот посмотрите. Здесь раскрытая бабочка. А на другом цветоносе они пилорики. Они не открываются вот такими вот, видите, как звездочками. Но я не знаю, бабочки это делают иногда. А здесь вот даже на этом же цветоносе вот здесь бабочка. А вот здесь уже этот вот пилорик нераскрытый. Ну, я считаю, что это ничего страшного. Очень даже хорошо, что я ее купила. Я просто ужасно рада. Вот. И... Ой. Там они в этих вот магазинах стоят. В этих пакетах. И мнутся. И, в общем, вот эта вот веточка маленькая. Она висела. Я заметила только сегодня утром. Но, как ни странно, я потрогала бутончики. Тугие, неувядшие. Я не стала отрывать. А вот приделала этот... Тейпом. Думаю, может быть, ничего. Может быть, откроется. И из-за того, что, когда появляются цветоносы, их никто не направляет. Ну, в смысле, не поддерживает их, не убирает в нужном направлении, чтобы они вылезли из-под листов. Вот. Получается такое, что листья все руки вверх держат. Именно из-за этого, что цветонос не дает им расправиться. А потом еще неизвестно, сколько держат в этих пакетах. Опять же, сжатые все. Мне их ужасно жалко. Но я сейчас ничего, конечно, делать по этому поводу не стану. И не могу. Потому что уже не исправишь ведь это. Вот. И буду ждать теперь, как говорится, следующего цветения. Посмотрим. Появятся новые цветоносы. Я их расправлю, пока они мягкие, из-под листка, чтобы они росли, а не поднимали лист. Вот пока я говорю тут с вами, я тут заметила, что, посмотрите, губа сзади у этого цветоноса, у этого сорта, вот такая вот с окантовкой малиновой. Обалдеть просто. Красота какая. Я такого не видела у орхидеи. Может быть, кто-то видел, чтобы вот такие были губы, вот такая губа была, чтобы сзади. Это просто невероятный сорт, конечно. Вот. Ну, напишите мне. Может быть, есть у кого-то в коллекции, ой, такая орхидея. Я бы очень хотела знать. Но я еще раз говорю, что мне все равно. Будет название у нее или не будет, я ее меньше любить не стану, если она без названия. Разве можно такую красоту не любить? Корни орхидеи я только стала сегодня проверять. Потому что мне было совершенно все равно, какие они, думаю, ничего страшного. Оказалось, что они вот такие шикарные, просто шикарные. Она, конечно, перелита. Я ее сейчас вытащу и оберну в бумажное полотенце. Но вот вы видите, корни просто потрясающие. Вот. И сейчас посмотрю у этой. Ну, видимо, хороший поставщик. Так. Это я снимаю на кухне. Так что вот холодильник у меня тут влез в кино. Так. И здесь тоже, как вы видите, вот новые корешки, раскукленные. Я очень довольна. Сейчас буду их оборачивать в бумажное полотенце. Так. Это была вот эта желтенькая. А теперь возьму самую мою потеряшку, которую я нашла. Как она сейчас выглядит, будем смотреть. Ее вытащить трудно одной рукой. Поэтому сейчас к вам вернусь. Ну, вот интересно. А эта вся серебряная и как будто бы ее сто лет не поливали. Те две были во мху, а эта в чипсах. Поэтому, видимо, пересохла она быстрее. Но корни все равно есть. Хорошие, много. И я думаю, что все будет с ней нормально. Я сейчас ее не буду тревожить, пересаживать. Посмотрю, как она через несколько дней себя поведет. Вот. И потом займусь тогда пересадкой. Но полить нужно будет, конечно, потихонечку. Вот так я обернула их. Вытащила из горшочка, конечно. Обернула их в двойное бумажное полотенце. Можно было бы и больше. В тройное. Потому что там очень много влаги излишней. Вот. И поставила в эти кашпо. Потому что, естественно, что в горшочки они уже не помещались. Вот. И будут они у меня там стоять. Ну, несколько часов, конечно. Так. Вот про что я говорила. Что мне не понравилось. Вот почему я опрыскала их от вредителей. Вот такие блестящие места на листьях. Но я увидела, что они не липкие. Не как от вредителей. Может быть, их чем-то опрыскали в оранжерее. Я уже не знаю. Но я не стала рисковать, как я сказала. Просто их опрыскала от вредителей. Вот и все. Я уже похвасталась, подразнила вас. Спасибо вам, что вы зашли ко мне. И посмотрели до конца. Как всегда, я вам желаю всего самого-самого доброго. Чтобы все ваши цветы цвели, росли без проблем. Чтобы вы были живы-здоровы. Чтобы все ваши родные и близкие были живы-здоровы. Я считаю, что это очень хорошее и важное пожелание в нашей ситуации. Будьте все в безопасности. Заходите ко мне на канал. И я надеюсь, что вы поставите лайк моим цветочкам. Не моему видео, а моим цветам. Спасибо вам еще раз. Всего-всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok